Ребят приветствую вас на канале из КЗ в ЦЗ. Сегодняшнее видео будет называться Коронавирус в Близне. Сейчас я отправляюсь в центр города и хочу там, я там не был неделю, мне надо сходить в банк, покласть деньги на карточку. Я хочу вам заснять все, сколько там людей, какое там движение есть или нету. Ну и погода такая солнечная, думаю, будет получиться классное видео. Давайте посмотрим, ребят. Ребят, ну я все в центре, посмотрите, людей совсем мало. Сейчас где-то час дня. Погода хорошая, но никого нету, так как границы закрыты и туристов мало. Ну как мало, их совсем нету. Чехи тоже все сидят по домам. Не только чехи, все иностранцы, кто здесь работает. Машины ездят, но люди, которые есть и ходят здесь, должны все одевать повязки или шарф. Ну вы видели, как повязан у меня, чтобы были закрыты рот и нос. Сейчас пройдем вокруг собора, и я вам все покажу там. И в какую-нибудь улочку зайдем, посмотрим, что там делают люди. Вот, ребят, это с другого ракурса. Я что заметил, я пока шел и ехал, пока не встретил ни одного полицейского. Я как вели карантин, еще не был в центре. Как бы вот так, сегодня хорошая погода. Сейчас обойдем этот собор, и я вам все покажу. Кстати, ребят, я... Он стоит белый минивэн, там стоят два полицейских девушки. У них прикрытый рот платком, рот и нос. Ну а так больше нету патрулей, ничего. Как бы, как я думал. Все вроде спокойно, люди. Такой, как будто выходной день. Погода классная. Сейчас пойдем на пруд, я там покажу. Там должны люди сидеть, по идее. Сегодня хорошая погода. Я хотел потрогать за ангелочка, но... Там написано то, что руками нельзя трогать. Как бы так. Ну, давайте, ребят, сейчас пройдемся, где пруд, и я вам покажу. Сегодня классная погода. Ну, как бы не тепло. Где-то плюс пять. Так ветрено. Но супер. Гуляем, отдыхаем. Карантин продолжается. Коронавирус пока не отступает с Чехии. Посмотрите, ребят, какие здесь красивые цветочки. Я, кстати, сегодня тоже помыл окна в комнате. И у меня там герань, которая была еще с того года. Она выжила. И я ее выставил также на подоконник. Очень красиво. Как бы так, ребят. Сейчас. Ну, вот сюда в улочку зашли. Здесь и людей нету совсем. Может, вечером будут. Все магазины закрыты. Бары закрыты. Все закрыто. Парикмахерские закрыты. Только открыты банки, аптеки и такие продовольственные магазины. Маленькие, ну и большие. Вот написано. Пицца с собой. Только надо позвонить. Телефон. И тебе ее привезут. Есть меню. И такая декорация красивая. Извините, ребят. Может, что-то с голосом. Потому что я говорю из-под шарфа. Стараюсь говорить громче. Вот, ребят. Подходим к пруду. Я там уже снимал видео вам. Не знаю, будут люди. Нет. Но пока никого нету здесь. Сейчас подойдем к мосту. Я вам сверху сниму. Тоже очень красиво здесь. Получается, кафе работает, но только в закрытом режиме. Они могут вам привезти, ну, еду домой. А, посмотрите, пруда и нету. Получается, его чистят. И делают заново. Посмотрите, работы идут. Ну, рабочие без масок работают. Как бы так, ребят. Сейчас пройдемся по садам. Вот здесь сады такие. Скоро будут цвести розы. Будет очень красиво. Я вам постараюсь, конечно, снимать видео. У нас уже все зелено. Мама смотрит фотографии мои и говорит, что у острова. У нас еще сугробы. Ну, и все тает, говорит, грязь в Казахстане, в Караганде. Сейчас пойдем прямо. Ну, и там я вам кое-что расскажу. Ребят, посмотрите. Вот это такие арки. Здесь вот уже завязываются вьющиеся розы. Уже, смотрите, листики будут. Буквально через месяц будут розы. Посмотрите, они так идут. Здесь такие лавочки. Можно сидеть в этом скверике и отдыхать. Людей нет, ребят. Хотя погода отличная. И, наверное, процентов 80 людей не работает. Но все сидят по домам. Скупились продуктами питания. И сидят по домам. Кто продукты питания, кто пиво, кто что, сидят, отдыхают. Может, за это время получится. У людей будет свободное время. И получится пополнение в семье. Даст Бог. Посмотрите. Я здесь тоже видео снимал уже. Вы, наверное, это видели. Кто мои подписчики постоянные. Спасибо вам, что вы не отписываетесь. Пишите комментарии. Сейчас еще там дойду до музея. И там, может, закончу. Вообще, ребята, вот так как я хожу, передвигаюсь. Вообще, ну, как бы запрещено. Только можно выходить по какой-то необходимости. Навестить, например, больных родственников. Или пойти в аптеку. Или закупиться продуктами питания. Ну, и первыми вещами вам, что нужно для жизни. А так как я хожу, снимаю. Никого нет. Ну, и полицейских нет. Я думаю, меня никто не остановит. И ни за что не накажет. Вот это, ребят, музей. Смотрите, красивое здание. Сейчас где-нибудь сяду. Я вам попрощаюсь с вами. Ребят, надо, короче, вот так ходить. Передвигаться, чтобы было у тебя закрыт рот и нос. А то будет штраф 10 тысяч кром. Ну, вы примерно посмотрели, какая ситуация сейчас в городе Близень. Все вроде спокойно. Люди ходят куда-то. Ну, очень мало людей. И 100%, может, процентов 10 всего вышли на улицу. Остальные все сидят по домам. У нас вроде все хорошо. Только сидим дома, как в тюрьме тоже. Я прогуливаюсь хорошо. У нас там есть рядом с общагой природа. Я там гуляю. Сегодня начал с утра бегать. Сегодня в 6 часов встал. В 6.30 уже был на пробежке. Пробежался. Как бы так, буду каждый день бегать. Теперь появилось время. Спасибо коронавирусу. Ну, вот так, ребят, такое получилось видео, чтобы вы понимали. Кстати, в Близне я даже вам не скажу цифру, сколько заболевших. Может, их и нет. Просто все люди ходят и боятся заболеть. Вдруг кто-то приедет с другого региона и их заразит. Вот такое видео я вам хотел с вами поделиться, чтобы вы знали. Спасибо, ребят, за просмотр. Спасибо, кто, что не отписываетесь от моего канала. Мира вашему дому. Добра. Всего самого наилучшего. Огой, ребята. Огой. Ребят, это по скриптуму сейчас проходила здесь пицца, кебабы, донеры, всякая картошка фри, мясо. Получается, вот здесь все в меню. Что хочешь, заказывай, но все на вынос. Я заказал два. Они у нас называются донеры, а здесь и называются лохмачун. Вот такие. Сейчас они мне сделают. 110 крон стоит. Один мы что-то делаем из такого пикантного, из перца. Как бы так, ребят. Ну все, буду с вами прощаться. Всем приятного аппетита. Огой, ребят. Огой.